Приветствую вас, дорогой друг! На связи с вами Наталья Волосальна. И я искренне рада видеть вас в рубрике «Личность и Рост». Тем более, что сегодня, в преддверии Нового года, мы поговорим о такой интересной и важной теме, как постановка целей и создание карты визуализации. Все очень часто говорят, что вот, уже пора при Новом году встать в цели и планировать свой будущий год, а можно еще делать карту визуализации. В этом видео мы с вами рассмотрим, какие есть секреты создания карты визуализации, как не просто размещать на ней картинки, а делать это со смыслом, и еще мы рассмотрим с вами, как ее активировать, так чтобы она заработала и ваши желания сбывались. Обо всем этом дальше в видео. И самый первый и самый важный этап, который вам необходимо пройти, прежде чем создавать карту визуализации, вам необходимо поставить ваши цели на будущий год. Для начала просто их запишите. Как ставить цели, вы уже знаете, если вас интересует тема уже и карта визуализации. Очень важно, чтобы цель была написана в теперешнем времени, не то, что я хочу, чтобы у меня была, а что у меня уже есть. Цель должна быть конкретной, то есть если вы хотите дом, какой дом, двухэтажный, трехэтажный, что в нем находится и так далее. Пишите до деталей все то, что вы хотите. Также очень важно, чтобы была дата, на которую вы владеете тем, чем вы хотите, или имеете то, что вы хотите, или стали тем, кем вы хотите быть. И только после того, как у вас все записано и зафиксировано, уже есть смысл приступать к созданию карты визуализации. И с чего же начинается это создание? Оно начинается с поиска тех самых картинок, которые будут отображать ваши желаемые цели. Когда у вас цели написаны, вооружитесь ими, загуглите все нужные картинки, которые вам необходимы. Например, когда я делала первую свою карту визуализации, у меня на это ушло очень много времени, более четырех часов. Потому что я не всегда находила сразу то, что мне нужно, и то, что визуально выглядит так, как я это себе нарисовала в голове. При этом, если потратить нормальное время, вы найдете то, что вы ищете. И главное, чтобы эти картинки вас мотивировали, так же, как вас мотивируют ваши цели. И вот тогда, когда вы нашли все интересующие вас картинки, вам необходимо их распечатать на следном принтере. Для того, чтобы они у вас физически были, и вы могли их уже наклеивать на карту визуализации в нужном порядке. Когда вы их распечатали, отготовьте себе ватман или же из фритчарта, или же какую-то антирамку, в которую вы их вставите. И когда у вас все уже будет готово, есть смысл говорить о том, как их грамотно размещать. С одной стороны, можно было просто их понаклеивать так, как нравится, так, как хочется, или так, как они красиво размещаются. При этом, у всего есть свой порядок. И, как говорит нам Финшуй, есть определенные сектора и области по сетке Багуа. Как же это все происходит, давайте посмотрим. И, как вы видите, перед вами девять секторов. Они соответствуют сторонам света. Как вы видите, север отвечает за карьеру. Дальше юг. Юг отвечает за славу. Дальше у нас идет запад. Запад отвечает за детей и творчество. Дальше это восток. Восток отвечает за сектор семьи. После этого идет юго-запад, который отвечает за любовь, брак. Дальше северо-запад, который отвечает за помощников и путешествия. И дальше это северо-восток, мудрость и знания. Также юго-восток, который отвечает за богатство. И в центре у нас находится девятый сектор, который отвечает за здоровье. Все эти девять секторов, согласно сетке Багуа, полностью раскрывают все сферы жизни, которые есть у человека. Точно так же визуально вы можете отображать их на вашей будущей карте визуализации. При этом четких границ вы можете между ними не рисовать. Главное знать, что в каком порядке размещать. Теперь, когда вы знаете, какие есть сектора, согласно сетке Багуа, вы можете разместить картинки приблизительно так, как вы будете их клеить на ваш ватман или же лист фритчарта. Только еще пока не клеится. Мы будем делать с вами еще одну маленькую хитрость. За каждый сектор отвечает определенный символ. И для того, чтобы нашу карту активировать, эти символы необходимо нарисовать или же напечатать, тоже скрыть на нашей карте. Они могут быть как видимыми, так и невидимыми. При этом, если они будут там, они уже будут работать и будут усиливать каждый сектор. Что же это за символы? Давайте вместе посмотрим. Вам наверняка знакома теория пяти элементов. Она также нашла свое отображение и на сетке Багуа. Как вы видите, за сектор Север отвечает элемент Вода. При этом подпитывает нашу воду такой элемент, как металл. Также вы можете видеть, что за Юг отвечает Огонь, который питает Дерево. За Запад отвечает Металл, который питает Земля. За Восток отвечает Дерево, которое питает Вода. За Юго-Запад отвечает Земля, которую питает Огонь. За Северо-Запад отвечает Металл, который питает Земля. Также за северо-восток отвечает земля, которую питает огонь. За юго-восток отвечает дерево, которую питает вода. И, конечно же, за центр отвечает земля, которую питает огонь. Что, собственно говоря, нам с вами это дает? Это говорит о том, что когда вы будете изображать на вашей карте визуализации ваши картинки, вам необходимо в каждом секторе иметь определенный элемент, который соответствует вашей зоне. И если же у вас в этой вашей зоне на карте визуализации будет этот элемент изображен, пусть даже от руки, пусть даже схематично, и даже пусть на него будет наклеена какая-то картинка, его будет не видно, он уже активирует вашу карту. Также активацию карты можно еще больше усилить, если знать про определенные символы, которые, согласно Финшую, отвечают за каждый сектор. И давайте вкратце с вами их рассмотрим. Итак, начнем с вами с зоны богатства. Здесь у нас с вами есть китайские монетки, символ рыбок, также это может быть символ быка, может быть трехногая жаба, которая держит монетку, может быть денежное дерево и также символ парусника, который движется в нужном направлении. Дальше мы с вами рассмотрим сектор славы. Какие здесь есть символы, которые могут еще больше усилить и активировать вашу карту визуализации? Это символ орла, символ лошади, также это символ камина с пылающим огнем. Это может быть просто банально 9 красных треугольников, так как это число данного сектора. Это могут быть красные маки и это могут быть красные пионы. Если вы отобразите какой-то из этих символов в зоне славы, конечно же вы еще больше активируете вашу карту визуализации. И мы с вами переходим к сектору любви и брака. Здесь могут быть изображения всевозможных разных птичек, которые парны. Это могут быть изображения голубей, могут быть изображения лебедей, кого угодно, главное, чтобы их была пара. Также это может быть символ двойной удачи. Вы можете перерисовать его прямо на вашу карту визуализации и скрыть под какой-то определенной картинкой. Из цветов это, конечно же, пионы, которые символизируют молодую любовь. Также это могут быть два коричневых квадрата, которые будут зашифрованы под какой-то картинкой. Два это число данного сектора. Также это могут быть пары влюбленных. При этом помните, что если вы еще не обрели свою вторую половинку, очень важно, чтобы вы размещали счастливые пары не только в своей фотографии, а и просто как пара, которая наслаждаются друг другом. При этом, как только у вас появится ваша вторая половинка, обязательно замените фотографию на вашу вторую половинку. Дальше мы переходим к сектору детей и творчества. Что здесь за символы? Это могут быть фигурки или символы деток. Это могут быть колокольчики, это может быть подкова и, конечно же, слоник, которые будут активировать сектор детей и творчества. Дальше помощники и путешествия. Здесь могут быть всевозможные символы или рисунки ангелочков. Также это могут быть определенные боги, в том числе, как вы видите, справа снизу это Ганеша, который отвечает за всевозможное начинание. Также это, как бы странно это не звучало, это символ руки и определенной планеты. И, конечно же, картинки тех мест, которые вы хотите посетить. За сектор карьеры отвечает черепаха. Также это может быть изображение или рисунок рыбы. Также это могут быть картинки с водой или всевозможные рисунки водопадов, чего угодно, фонтанов. Главное, чтобы была водяная тема. Дальше мы с вами поговорим о мудрости и знаниях. Здесь может быть горшочек с золотом. Нарисован может быть символичное изображение змеи. Может быть изображение глобуса и книг, которые будут соответствовать этому сектору. Что касается сектора семья, то здесь его символом является дракончик, который вы можете нарисовать. Символы трех старцев, которые оберегают семью. Это могут быть фотографии счастливых пар семейных. И также может быть изображение веточки бамбука, которую вы тоже можете нарисовать. И у нас с вами остался сектор здоровья. Какие же здесь символы? Это персик. Из древности персик – это символ долголетия. Также это может быть рог изобилия. И, конечно же, изображение журавлей. Вот такие символы, нарисовав которые, вы можете усилить и активировать вашу карту визуализации. Картинки могут быть скрыты. Можете их не скрывать, если они получатся у вас достаточно хорошо. Или просто войдут в сам пейзаж, в сам узор вашей карты визуализации. В общем, вот такие вот секреты, которые еще больше наполнят вашу карту визуализации энергии. Пользуйтесь на здоровье. Что вам сейчас необходимо сделать? Теперь вы знаете, какие символы соответствуют каждому сектору. Если вы хотите, чтобы их было видно, вы их можете либо нарисовать от руки, либо распечатать также из интернета. И дальше наклеить либо поверх них свои картинки, которые соответствуют каждому сектору. Или же просто наклеить их рядышком. И когда вы уже оформите все ваши картинки, также помните о том, что в центре должна быть ваша фотография, чтобы Вселенная знала, что эта карта визуализации принадлежит вам и на ней, вашей цели и вашей желании. И тогда, когда вы уже приготовите вашу карту визуализации, есть еще определенные моменты, о которых вам необходимо знать. Помните о том, что вы верите в ваши цели. При этом, то, что отображено на карте визуализации, может вас изначально пугать, или вы можете думать, что, блин, как я этого достигну и так далее. Самое главное правило, все, что вы хотите, должно быть искренне и истинно ваше. Если цели, которые находятся на карте визуализации, у вас не вызывают мурашек по коже, если вам просто буря радости внутри не врывается в ваше сознание от того, когда вы думаете, что у вас это будет, то, скорее всего, эта цель просто-напросто не ваша. И нет смысла ее желать, потому что у вас не будет достаточной энергии на то, что вас уже сразу не заряжает. Очень много целей навязаны нам обществом, социальными кругами, нашими родителями, друзьями, знакомыми. При этом, когда у нас возникают мурашки похуже, когда просыпается тот внутренний трепет от предвкушения того, что вы хотите достичь, это две разные вещи. И важно слушать себя, свой организм, свое тело, как вы реагируете, с какими эмоциями, с каким настроением на эти цели, которые вы себе ставите. И когда ваши цели прошли проверку, ну вот ту самую ручность на внутренний трепет, как это говорится, есть еще один момент. Не всегда ваша карта визуализации должна находиться на видном месте. Часто к вам приходят гости, ваши знакомые, друзья, родители и так далее. И не все будут верить так же искренне, как и вы, в ваши цели, к сожалению. Так происходит и это факт. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы ваша карта визуализации попадалась на глаза только тем людям, которые на 100% уверены вас в этом поддержат. Потому что если на нее будут идти негативные энергетики, негативные мысли, это будет на подсознательном и энергетическом уровне мешать каким-либо образом вам в достижении ваших целей. Поэтому всегда помните о том, что вовремя ее нужно снять со стены. Или же разместите ее изначально в том месте, в котором доступ есть только у вас. И очень важно, чтобы вы каждый день видели вашу карту визуализации. Когда вы ее только создадите, в первые дни у вас будет происходить следующее. Вы будете смотреть на ваши цели, на то, что вы на нее наклеили, и думаете, ой, наверное, это как-то не мое. То есть первое время вы начнете привыкать к тому, что это действительно ваши цели, и это у вас будет. Потом вы заметите, что вы будете на них смотреть, и начнете осознавать, а что я сегодня сделал для достижения своих целей. И когда они будут у вас перед глазами, наступит тот момент, когда вы ни дня не сможете ничего не делать, дабы идти к достижению этих целей. И еще, когда вы их клеите в визуализацию, вы придаете им форму, вешаете их на карту визуализации, начинают происходить чудеса. Они начинают сбываться. Расскажу на собственном примере. Когда я сделала карту визуализации, я на первый ее месяц, до работы, написала, что я хочу повысить свой доход на такой-то процент, я тогда написала на 20%, и хочу поменять должность, чтобы она стала еще выше, чем у меня была. Произошли следующие события. Я, помимо всего прочего, уволилась с предыдущего места работы, потому что мне поступило новое предложение, и должность я повысила не на один раз, а на целых три раза, до руководящей должности, и доход увеличился не на 20%, а на два раза. Вот так вот происходит, когда вы все визуализируете на карте визуализации. Пользуйтесь этим смелым и ярким предметом. Он вам очень поможет, и вы будете счастливы, когда будете достигать всех ваших целей. И еще есть один маленький секрет. Когда вы чего-то достигли, обязательно на эту картинку, на карту визуализации, клейте такую маленькую бумажечку с надписью «Спасибо, благодарю, исполнено». И тогда вы будете видеть, что ваши желания исполняются, и такие бумажечки, когда или поздно, станут у вас больше, 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 и они будут практически на каждой картинке. Тем самым вы даете целинный знак, что вы благодарны, что у вас исполняется ваше желание, и она будет исполнять их еще с большей скоростью. Пользуйтесь этими знаниями, уверена, они повысят уровень ваших желаний и качество вашей жизни. С вами была Наталья Лонасаева. До встречи в рубрике «Личностный рост» и с наступающими вас праздниками! Субтитры создавал DimaTorzok